Так, ну что, друзья, а теперь я приглашаю нашу Оксану Степанову из солнечного города Краснодара и немножечко представлю ее, расскажу. Я впервые с ней познакомилась на Псифесте. Она замечательный сказкотерапевт, психолог, писатель, автор серии книг «Сказочная кухня» в жанре сказкотерапии для взрослых. Это я тебя представляю уже. Привет, привет, Оксана. Здравствуйте, мы с тобой познакомились. В том числе я счастливая обладательница ее колоды, которой все время я со взрослыми веками играю и очень ее обожаю, потому что она довольно простая и там очень много волшебных историй. А я очень люблю волшебство и до сих пор в него верю. Игра праздник, ведущая авторских трансформационных игр, таких как «Гостях у сказки». Кстати, я видела, что там тоже эта колода есть. «Волшебные камертоны женской души». Вот это я не знаю, расскажи про это. И автор также книг для детей, набора сказочных метафорических карт, победитель всероссийского конкурса имени Выгодского. Автор курса «Сам себе сказочник. Сочиняем сказки вместе» или «Волшебство царителинга». И там на неведомых дорожках пути еги. И, кстати, я тоже купила твою колоду про ягу. И там ценные подсказки, ведьманские такие, ведические, да, слово ведать. Вот, иногда мне помогают в стихотворной форме, да, вот детям тоже очень приятно. Иногда получают такие подсказки от Бабы Яги, и они меняют отношение, кстати, к тем героям, о которых они не знали, потому что они с точки зрения пугательной силы ее рассматривали до этого. Так, ну что, тогда добро пожаловать на наш фестиваль. Ты впервые же у нас, да? У нас сегодня какие-то все новички. Да, я впервые. Благодарю тебя за приглашение. Я, как всегда, долго раскачиваюсь, но потом решаюсь, и все получается. Да, друзья, на аватарке ты в таком кокошнике шикарном, да? Я оформляла вот пост очень-очень здесь. Сказочный образ. Конечно, я же сказочная. Расскажи, с чем можно прийти на твою игру. Ну и также, может быть, все же первые впечатления о нашем фестивале. Очень достойный такой сбор коллег такой, да? Все сильны, каждый в своем направлении, и это всегда очень здорово, да? Как кристалл с разными гранями, тогда, когда есть только специалистов в разных подходах. Да, кстати, сказочников немного у нас, поэтому вот ты украсишь нашу коллекцию мастеров. Да. Да, я буду представлять игру в гостях у сказки. Супер. Суть этой игры, да. Это создание своей авторской сказочной истории на основе путешествия по семисказочным локациям. Ух ты. Вот, взяла, да, карту, так могу даже показать, вот, видно? Да, да, да. Отлично, да. Супер. То есть такой путь, когда ты начинаешь свой путь, формируя свой запрос возле камня на распутье, и затем начинаются сказочные локации. Это волшебная комната, вот, затем идёт избушка бабы-яги, вот, потом лавка чудес, где ты приобретаешь волшебный предмет и получаешь там путствие. Лабиринт, как же без лабиринтов, без ловушек, без них никак. Да, 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 препятствия. Маладина, да, где ждут несметные сокровища и богатства. И заканчивается всё сказочным замком, где, собственно говоря, после сбора всех напутствий, подсказок, артефактов, клиент пишет свою авторскую историю. Супер. То есть ещё история сказочная, да, сказочная? Это очень интересно. Чем хороша эта сказкотерапевтическая игра, какая в ней фишка? Все идут по одному тому же пути, но истории все получаются очень разные. Потому что разные запросы у людей. Какими запросами можно войти в эту игру? За время моей практики, вот, а эта игра у меня уже не первый год, начиная от запроса чего-то хочу, а кого не знаю, до каких-то материальных таких конкретных вещей. То есть и темы бизнеса, и темы отношений, и всё туда. Да, 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 да. Тогда, когда мы хотим посмотреть нестандартно на какую-то ситуацию, мы должны пойти по тому пути, по которому ещё не ходили. Да, как в той поговорке. Хочешь получить что-то, то, чего не получал, сделай то, что ты не делал. Да, 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 точно. Совершенно верно. Отлично. Соответственно, эта игра помогает посмотреть на какую-то ситуацию по сказочному, то есть творчески, нестандартно. Метаваричным языком. Метаваричным языком, которые несут волшебные предметы, они, конечно же, имеют психологическую подоплёку. Вот я в процессе этой игры учу раскрывать тайные шифры сказок, определенных шифр, вернее, что ещё. Развиваю творческое нестандартное мышление. Интересно, какие истории, есть ли у тебя коллекция историй, может, самые интересные какие-то вещи ты оставляешь потом в копилке? Некоторые, да, опубликованные. Шедевральные, так можно сказать. Да, опубликованные в ВКонтакте в моей группе. Супер. Девочка, да, поделилась, потому что у неё история уникальная была. Интересно, если у каждой истории. Она играла в игру. Да, индивидуально она играла в игру. У неё был определённый запрос. Ей понравилась игра, она очень воодушевилась, вдохновилась, написала ровно половину сказки, и у неё вот такой ступор произошёл. Мы созваниваемся с ней, она говорит о том, что всё, я не могу, я не знаю, о чём писать. Искусственно это сделать невозможно. Я говорю, походи, поживи с этим. То есть без насилия, да. Через 2-3 дня, вот, она присылает мне окончание сказки. Она говорит, я думала, ну, может так, может так, может так. Ничего подобного. Сказка живёт своей собственной жизнью. Жизнь сама подсказала ей, да? Открывает такие варианты, о которых ты даже мысли логически, да, ты не мог бы придумать, вот. И поэтому её сказку, с её разрешения, конечно же, я опубликовала её, можно почитать. Прекрасно. Да, те, которые писались на марафоне, тоже те, кто проходил эту игру, это есть книжка волшебных сказок-хоровод, это сборник сказок, вот, где я собрала сказки авторов, да, разных, которые учились у меня. И вот там тоже можно почитать. Поэтому здорово. Здорово. У кого-то получаются сказки, у кого-то получаются истории, да, вот. У кого-то прямо, ну, такие детективные романы. То есть каких-то жестких храмов, что это должна быть только сказка. Разные, да? С такими-то алгоритми. Этого нет. Почему? Потому что, ещё раз подчеркну, в эту игру заходят с очень разными запросами, соответственные истории получаются тоже очень разные. Вот. Супер. Что ещё хочется сказать, что в этой игре участвует пять моих авторских наборов. И Лена уже сказала, что есть набор волшебные помощники из добрых сказок. Вот. Есть набор бабы-веди, есть набор тайной матрёшки и набор истории старинной шкатулки. Вот. Угу. Тайной матрёшки, не знаю. Давай угостимся сейчас, может быть, да, чем-то по очереди. Что ты тоже... Я взяла сегодня драгоценные камни, потому что... Давай. Супер. Я решила в таком ключе. Давай. Значит, суть какая? Попадая в пещеру Аладдина, там, где множество разных драгоценных камней, каждый выбирает свой камушек. И этот камушек дарит ему определённое напутствие. Вот. Я предлагаю сегодня всем участникам чудесный камень, жемчуг, я надеюсь, вы его узнали. Да. И напутствие, которым он делится, вот предлагаю послушать. Давай. Итак, я жемчуг, олицетворяю чистоту, милосердие и честность. В природе я символизирую эволюцию и трансформацию. Подобно гадкому утёнку, жемчужина вырастает путём многолетних процессов из малой песчинки. Возможно, для вас моя подсказка будет ключом к разгадке. Поразмышляйте, что в вашей жизни оказывает на вас давление. И благодаря каким обстоятельствам вы проходите процесс преобразования в нечто удивительное. То, что с течением времени окупит все ваши тяготы потрясающим результатом. Супер. Тут я так поняла аналогия с той песчинки, которая была просто песчинкой обычной. И попав в раковину, стала преобразовываться. И причём не просто, она изумительная вышла, понимаешь? Благодаря тому слою перламутра, который она накопила. То есть она имелась уже... Причём на неё оказывалось давление. Она проходила разные, скажем так, вот какие-то дискомфорты. Смаркозы, да. Постояние. И условия, может, были такие жестковатые. Однако же всё это окупилось с торицей. И такой результат был у великолепной жемчужины. Спасибо тебе, дорогая. В каждом из разочных кубков будет вот такое напутствие. Такая подсказка, скажем так. Если с позволения, Лена, я ещё могу прочитать. Давай, 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 здорово. Нашим участникам. Да. И это волшебное пёрышко. Волшебное пёрышко, супер. Да, видно. Вот, это всем для того, чтобы наш фестиваль проходил легко. Вот, перо нам придает такую символическую лёгкость. И послушайте, пожалуйста, напутствие от волшебного пёрышка. Ух ты, вот кто меня поймал. Я перо птицы счастья. Мудрецы говорят, что если взял светящееся перо жар птицы, значит, поймал удачу за хвост. Я тебе достался как предвестник важных событий в твоей жизни. А может, в качестве новой возможности или приглашению к волнующему приключению. Поразмышляй, для чего я тебе больше всего надобен и где смогу пригодиться. А от меня в дар получи силу лёгкости и способности к импровизации в своей жизни. Помни о том, что я ещё являюсь символом творения. Не забыл, что сказки пишутся пером? Желаю вам творческих успехов. Супер. Вот такое пожелание ещё. Спасибо тебе, дорогая. Так, ну что, расскажи ещё о тех призах, может быть, да? Или скидках, которые ты даёшь на своём мастер-классе. Все, кто настроен пройти путешествие такое, по-сказочному, получить напутствие подсказки, приглашаю на свою игру. У нас, конечно, будет облегчённый вариант этой игры. Знакомство с ней. Если говорить о том, что кто хочет дальше, глубже и полностью пройти эту игру, то я предлагаю скидку. И те, кто после фестиваля захочет поиграть, то для него это будет составлять всего одну тысячу рублей. Это... Супер. Это неслышанная щедрость, да? Да, поэтому, милости прошу, есть такая возможность ещё побаловать себя. И наборчик, мы говорили о том, что 20-процентная скидка на него будет, поэтому вот его можно... Супер. Тоже он будет разыгрываться, да, и на него будет 20-процентная скидка. Я смотрю, у тебя очень много таких ценных, классных продуктов, пси-продуктов. И у нас есть компания «Стройактив», и представитель её Ольга Тимофеева на Озоне. Поэтому ты можешь всегда ей написать, обратиться, разместить товары на Озоне, если их ещё там нет. И в фестивальной ярмарке поучаствовать. И как раз вот у нас на Озоне перед фестивальной ярмаркой есть распродажа. Поэтому и сходить к другим мастерам, может, что-то купить, и свои товары предложить, как говорится. Поэтому обращайтесь к Тимофееву Ольге. Да, она такой хороший продюсер нашего фестиваля, спонсор нашего фестиваля. И поэтому даже дарит нам фестивальные призы, да, всем мастерам. Первое – это у нас стахановцы получают, да, те, у кого больше всего было участников в течение фестиваля. А второй приз получает приз «Ветельских симпатий». Тоже нам дарит компания «Озон». Вот, там не буду спойлерить. Каждый раз новые и разные призы. Но там есть неизменный приз – это брошь психолога, который почётный, получает у нас игропрактик или ведущий мастер-класса. Поэтому я себе желаю её выиграть. И удачи, конечно, на фестивале и новых сказочных историй. А может быть, ты соберёшь целую коллекцию таких историй и опубликуешь прекрасную, феноменальную ещё ни одну книгу, да, потому что есть действительно спортивные таланты, которые пишут, ну, гениальные вещи просто, да, люди, которые риторикой обладают и классно это умеют выражать. Плюс ещё фантазия, плюс ещё вот эти все вещи, которые связаны с метафорой. Да, я думаю, что это можно просто будет публиковать и собирать прямо ценные истории и писать книги в этом плане, да, и помогать другим. Перестают удивлять те люди, которые попадают ко мне на сказочные марафоны. Вот сейчас я заканчиваю третий набор, вернее, третий сказочный марафон уже сейчас идёт. Там себе сказочный. Супер. Вот у людей рождаются такие сказки. Я ведь там только, скажем так, даю посыл, да, техники, какие-то алгоритмы и вдохновляю своими историями. А дальше уже идёт работа самого, да, сказка рождается, вот льётся из него. И меня не перестают удивлять те люди, которые даже, предположим, никогда не писали. Говорят, я просто пришёл, да, попробовать, поучиться. Это такие великолепные истории получаются, ими зачитываться можно. Отлично. Так, ну что ж, тогда давай пригласим всех в этот свой сказочный марафон. Да, друзья, все, кто хочет получить ссылочку, доступ, напишите, пожалуйста, нам вверх, и мы с Оксаной вам отправим, и вы можете тоже сочинить свою уникальную сказочную историю. Ну, плюс, конечно же, приходите на наш фестиваль, и там есть возможность очень здорово под руководством Оксаны написать прекрасную историю прямо на нашем фестивале, который родится. И вплетётся в кангу нашего фестиваля, отмечка сборки и взаимно сбудется. Да, Лена, она всех собрала. Спасибо тебе, дорогая. До фестиваля, до новых встреч, удачи тебе и яркого творчества. Пока-пока. Благодарю. Взаимно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...